здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег сегодня в жизни канала произошло знаковое событие нас пригласили на государственный канал радио россии что там было пожалуйста представляю вашему вниманию на обзор здравствуйте дорогие гости вы в силу профессии своей душевных склонностей знатоки не только физиологии но и наверное психологии собаку хотелось бы сегодня разговор повести именно в этом русле многие из нас я сама хозяин собаки воспринимаем животных их психологию приписываем свои чувства и мысли мысли собакам правильно ли это давайте с этого вопроса и начнем перекладывать человеческую психологию на собачьи ну вот это самая главная ошибка которая доступа допускает владельцы собак то есть очеловечивание то есть мы ждем от собаки поступков которые совершает человек это корень заблуждения потому что ну собака не немножко попроще образ мысли она думает немножко по-другому а мы с вами просто воспринимаем например такие вещи как когда собачка укладывает лапы на нас когда собачка лежит руки на как отношение доверия к себе да правильно вот если посмотреть комплексе ситуации то есть положим в какой в каком проблеме это все происходит то есть как она себе ведет как ставит ушки да и при этом лежит руки то можно сделать некоторые выводы например о том что это собачка сейчас качает права то есть пытается доминировать вот так же можно сказать что очеловечивание собаки это я бы сказал бы так по опыту работы своей что собственно говоря это унижение собаки поэтому вы если вы будете воспринимать ее как собаку вы будете относиться к ней как к равному то есть вы человек она собака и у вас взаимоотношения выкладываются именно по этому принципу а не по принципу человек-человек-человек ну а ваши наблюдения какие вы тоже очень много работаете с собакой а я уже достаточно давно работаю ветеринарным доктором ну и считаю что все все таки в комплексе наверное какой-то синтез взаимодействие должен быть животного и человек или человека с животным издревле животные были приручены человек хотел убедить животным не только значит какой-то объект там для развлечения а очень много животных которые выполняли какие-то функции лошади допустим они участвовали там значит в какой-то работе в сельскохозяйственной собаки значит являлись охранниками если взять значит северные полушария то великолепные собаки хаски лаки маломоты которые для народности северных являлись и помощниками и защитником и и средствам транспорта потому что все как говорится перевозилось на собаках то есть изначально надо понимать для чего мы собаку берем да это самое главное то есть для чего собаку когда уже определили свои материальные базы да с породой собаки то есть у нас люди как в основном выбирают породу собака понравилась картинка да то есть чисто вот сама картинка сам сюжет там ушки длинные там лапки коротенькие и так далее то есть смешная мордочка такая и вот мы не задумываясь о том для чего эта порода была выведена собственно говоря то есть изначально генетически каких условиях она содержалась мы вот берем эту собаку а потом получаем такое разочарование то есть мы не видим отдачи от этой собачки то есть мы ожидали один эффект какой-то и совершенно получаем обратный то есть если там берете например охотничью породу собак да то здесь нужно сделать скидку например если это вот я как сейчас описал басит хамбла длинные ушки да сигарообразная форма короткие ноги то здесь нужно значит уже учитывать то что это была гончая по кровавому следу да она содержалась на улице содержалась в стае то есть социальное животное человек не учитывает эти факторы а потом получает то что он долго не может приучить собаку к выгулу да она не приспособлена к этому она была жила на улице то есть любую собаку можно приучить туалету это не проблема только что немножко больше времени на это потребуется потом сигарообразная форма до собачки то есть короткие ноги соответственно это будет постоянно в период дождей это грязная брюхо будет да длинные ушки это соответственно тоже постоянно нужно подбирать какую-то форму тарелки чтобы уши не попадали то есть все это надо учитывать и когда полностью вы учтете свою материальную базу да то что вы хотели получить от животного то есть от охотничьей породы например не 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 стоит требовать какого-то дисциплинарных каких-то команд чтобы она рядом ходила и так далее то есть опять же можно научить но это все это терпение и когда вот вы учтете материальную базу свои желания генетические возможности породы вы получите хорошего друга лучшего друга я бы сказал и у вас будет вот этот вот тандем вы не получите разочарования то есть учитывайте пожалуйста при выборе породы а это самый главный выбор породы именно вот эти вот все моменты я со своей точки зрения ветеринарного доктора тоже могу сказать что собаки допустим там лайки они любые другие охотничьи вот олег как говорил значит у них своя специфика и мы часто сталкиваемся если животное содержится в квартире бесконечно мы начинаем сталкиваться с проблемами то есть нету достаточного макциона то есть интенсивных прогулок нету достаточного микроклимата что за собой влечет множество разных заболеваний потом начинают к нам в лечебной клинике береницами идти с теми или иными с теми или иными причинами ну какие например проблемы бывают значит это прежде всего заболевание конечности опорно-двигательный аппарат заболевание кожных покровов ушей еще нужно отметить специфику питания очень часто возникают какие-то пищевые аллергии и так далее и так далее то есть я веду к тому что если мы берем животное мы должны полностью на себя взять ответственность если мы берем охотничью собаку мы должны создать все комфортные условия для развития для нормальной физиологии для здоровья если мы берем какую-то декоративную собаку мы должны за ней ухаживать мы должны вычесывать следить за состоянием кожи к вопросу воспитания обратимся недавно прогуливались мы в полях тоже со своей собачкой и приехала компания семейная пара вылетает огромный долг начинает носиться по полям мы спрашиваем хозяев а как вы с ней живете они нам так грустно говорят это не мы с ней не она с нами живет это мы с ней живем то есть живут под диктовку вот этого здоровенного коньяги вот вопрос воспитания изначально зачем взяли такую собаку в квартиру получается я так понимаю в хрущевку нет может быть квартирного содержания здесь просто вопрос вот именно это уже к Владимиру Геннадьевичу по поводу того что он сейчас только рассказал что нужно выгуливать хорошо и так далее физическую нагрузку может даже беговую дорожку поставить дома она будет выплескивать энергию свою дело не в этом дело в том что собака крупная вот опять же вопрос к Владимиру Геннадьевичу по поводу того что вот крупные породы да это дисплазеет из обедренного сустава это у всем крупным породам это свойственно это когда берете крупную породу знаете что вы лучше друг ветеринара становитесь дальше значит вот проблему вы сейчас описали я сходу вам могу сказать о том что собака это социальное животное она живет в стае то есть есть какая-то иерархическая градация то есть собака себя вожаком чувствует в этой семье да и как только место вожака становится свободным ну естественно собака занимает эту нишу я на коррекцию поведения выезжаю постоянно то есть это не только по нашей области я и в Хакасию езжу в Красноярский край езжу в Новосибирскую область и вот возьмут люди себе либо бойцовскую либо крупную такую породу да нишу вожака не займут потому что собака в семье должна заниматься ну собака как воспринимает семью то есть она же не воспринимает что вот это вот дочка, папа , жена она воспринимает ее как свою собачью стаю и в этой собачьей стае собака должна находиться на нише иерархической ступеньке то есть вместо вожака должен занимать даже ребенок а к этому должен подвести уже старшей семье кто там является муж, жена и так далее Инструментов для этого множество Начиная от кормления, заканчивая прогулками То есть, когда вы берете себе в дом социальное животное Будьте готовы, что вы будете вожаком А это же работа не на 15 минут, когда вы выходите, выгуливаете собаку То есть, вы должны еще знать, что работа Когда вы берете себе в дом животное, собаку То вы должны быть вожаком для нее 24 часа в сутки Это должно выражаться в каждом вашем движении В каждом вашем поведении То есть, вы даже когда гладите собаку, вы должны ее отпустить Не когда она решит это, отойти от вас А когда вы решите ее отпустить И должны погладить собаку не тогда, когда она к вам подошла И она приняла это решение, да? А чтобы ее погладили А когда вы, как вожак, примете это решение Находясь на более высоком, комфортном месте на диване Вы не должны собачку пускать туда Потому что более высокое, комфортное место Это место вожака То есть, это ваша принципиальная позиция Собаку мы на диван не пускаем Это заложено в природе так изначально Ну, вы же видели, вот все знают мультфильмы Маугли Да, там вот Акела находился на горке Внизу там лежали все вот его То есть, Акела это вожак Он находился наверху Когда у вас сформируется уже отношение вот эти вот И собачка ваша не будет претендовать на лидерство Тогда вы можете позволить ей это сделать Но только тогда, когда у вас уже эти взаимоотношения сложились То есть, если позвал, тогда ты можешь собрать Ну, значит, что я еще хочу добавить Что, значит, вот, допустим, кошки Это животные очень своенравные И часто люди с ними тоже не находят общего языка Еще грубейшее заблуждение Когда человек берет в дом экзотическое животное Абсолютно не зная о нем ничего Каких-то хищников берет Которые могут и являться опасностью И для детей, и для взрослых И берут их просто так Ради развлечения, допустим, показать кому-то Не зная о том, что у них свои особенности Все физиологические особенности питания И так далее, и так далее А в Кемерово с какими животными экзотическими сталкивались? Кто у нас обитаетесь? С обезьянами, допустим С обезьянами Ну, медведи некоторые умудряются дышать Ну, естественно, не в домашних условиях А где-то там за городом Ну, все это сложно и неоднозначно Я считаю, что не нужно этого делать Все-таки со стаей хотелось бы понять У собаки должен быть один хозяин Или вся семья так или иначе У вожаки? Вот тут непонятно Потому что детей воспринимают совершенно иначе Чем отца семейства собака Нет, вожак, безусловно, должен быть один Но, вот, дальше идет Я буду говорить терминологии собаки, как она думает То есть, чтобы никому обидно-то не было Дальше, положим, идет супруга То есть, муж, вожак Супруга, это уже альфа-санка для собаки Дети, это неравноправные члены стаи Они тоже должны быть выше То есть, ну, ребенок иногда в силу своих игр Может, там, заиграться сильно Причинить какую-то боль собаке Собака, у нее даже мысли не должно возникнуть О том, что она должна сделать какой-то ответный ход Ну, там, порычать, там, укусить ребенка, не дай бог, конечно Вот, поэтому ребенок должен тоже на ступеньку выше быть собаки И это все в руках того человека, который заводит животное То есть, он должен Я же не говорю о том, что он должен знать высшую нервную деятельность Да, какую-то То есть, некоторые люди на интуитивном уровне понимают о том, что делают собаки То есть, ну, не обладая никакими-то определенными знаниями Не учащая где-то в университетах Не проходя курсы зоопсихологии Вот, а те, кто не обладают Ну, очень много сейчас и литературы, и материалов И вот мой канал «Я и мой хвост» Я там рассказываю об этом Связываюсь потом с людьми Мы по скайпу проводим какие-то беседы Если есть какое-то, скажем так, желание, чтобы я приехал Я и приезжаю, собственно говоря, к людям И решаю, корректирую вот это вот поведение для животных Так, я хотелось, чтобы вы дали несколько советов Как поставить себя в семье вожаком? Какие-то воспитательные моменты? Практически Все решения, которые касаемо собаки Должен принимать вожак Вот смотрите Собачка на улице, на прогулке находится Вы гуляете с ней Она вам приносит мячик, палочку какую-то, чтобы вы побросали Да? Покидали Это решение должно исходить не от собаки Это решение должно исходить от вас Вы не должны Вот она принесла, скулит, сидит, радуется Давай, хозяин, играй, пожалуйста, я тебя прошу Вы можете поиграть, но не в предлагаемую игру собакой То есть вы можете взять мячик и в футбол поиграть, пойти с ней Это ваше решение Потом, когда вы поиграли в футбол, вы так подумали о ней все-таки, так скользь И решили поиграть с ней палочку То есть это ваше решение Дальше Когда вы кормите собаку Один из самых важных принципов Это кормление То есть тот, кто владелец еды Тот, собственно говоря, царь и бог для собаки И он же, соответственно, вожак То есть вы просто представьте себе картину Уличные бродячие собаки Кто кушает первый? Естественно, вожак кушает Но пока вы формируете взаимоотношения То есть я не говорю это постоянно делать Пока у вас формируются взаимоотношения Ну там до года, например Садитесь, демонстративно поешьте перед собакой Сначала вы первый Потом уже вы кормите Вы, во-первых, решите вот эту проблему То, что многие владельцы говорят У меня собака не ест это Тут корм не хочет, она кушает Я не понимаю таких владельцев Потому что все в ваших руках находится Во-первых, у собаки не должен быть прямой доступ к ей Постоянный, свободный То есть вы должны В зависимости от возраста собаки Владимир Геннадьевич может подтвердить это все От пяти до двух раз И некоторые один раз в день кормят собаку То есть если там 15 минут постояло низко Вы убираете ее собаками кушать Вот вы покушали сначала собачку в спину отделения Она видит, что вы вожак Дальше, когда вы даете, предлагаете корм собаке Никогда не надо его ставить сразу же То есть собачка должна прямым взглядом в глаза Попросить его у вас Вот она, это зоопсихология Собачка просит Вот когда она попросила То есть она признала вас вожака Вот тогда вы ставите миску И собачка кушает Предварительно посмотрев на вас То, что вы покушали У нее возникло желание У нее выработался желудочный сок И она уже более охотно кушает И признает вас вожака Опять же повторюсь То, что место наверху, это ваше место Более комфортное Вы туда не пускаете собачку Во всем должно выражаться то Что принимаете решение вы А не собака И тогда у вас будут гармоничные Красивые отношения А если мы приняли решение Подкормить собачку со своего стола Это, наверное, очень большая ошибка будет Это вы... Я никогда не говорю о дрессировке Меня спрашивают, какой метод дрессировки у вас Я не дрессирую собак Я помогаю людям выстраивать взаимоотношения То есть, если у вас в семье это принято Вы можете это делать Ну вот представьте себе картину Когда к вам приходят гости Да, у вас достаточно крупная собака И она вот сидит И психологически давить начинает на гостей И выпрашивает на какой-то продукт Это уже немножко некрасиво, да? Вот, поэтому... И никогда, вот самое главное Не разрешайте запрещенно Если вы что-то запретили Какой-то запрет у вас есть Ну, в ванну, например, заходить, да? То ни при каких обстоятельствах Не разрешайте этого делать Хотя бы до того момента Пока у вас не сформировались взаимоотношения Раз уж мы о питании заговорили Может быть, несколько слов С точки зрения уже здоровья собаки, скажем? Часто вам задают вопрос Чем кормить собаку? Ну, что касается питания Значит, существует же два типа кормления Это концентрированный тип кормления Сейчас очень много разных кормов в магазинах И натуральное кормление Естественно, если кормить животное натуральной пищей Нужно учитывать, что мы должны в рацион вводить Все положенные компоненты Мы этого себе позволить не можем Мы знаем, что животным требуется таурин И так далее Какие-то другие вещества Мы его не знаем, откуда его взять А таурин, он содержится, допустим, в шкурке мышки И поэтому сейчас, значит, какой в мире прогресс Это искусственные корма, которые сбалансированы Они подразделены на группы Для щенков, для активных собак И так далее, и так далее Или лечебное питание есть Допустим, для собак, страдающих диабетом Существует специальное специфическое питание Но если вы способны всю эту гамму рациона восполнить Чтобы она была полной Я имею в виду натуральное кормление То ради бога Мы теперь не способны это сделать Рассчитать правильно Мы прибегаем так же, как и животные И к витаминам, к минеральным веществам И так далее, и так далее И поэтому вот выбор Или же натуральное, но сбалансированное Или же концентрированное, уже готовое Хотелось бы еще задать вопрос о физическом наказании Приемлемо ли оно для собак Если непослушная собачка Как здесь? Конечно, приемлемо Здесь вопрос о немножко другом плане О каком виде наказания вы говорите То есть физическое наказание Взять ногами и отпинать собаку Или взять пруд какой-то, отлупить ее Ну естественно, в точке зрения зоопсихологии Мы просто смотрим о том Как наказывают собачки друг друга в стае Ну, вот смотрите Две собаки дерутся И одна из них хочет сказать о том Что все, ты вожак, пожалуйста, прости меня Каким образом она это делает? То есть она ложится на бок, на спину Латки поднимает У собак не принято То есть дальше добивать Потому что она уже подчинилась тебе То есть все выстраивается на том Вот как раз на иерархической вот этой нише То есть когда признают вожака Значит она подчиняется То есть и примерно так же Вот я рекомендую У меня есть передача такая Называется «Обряд подчинения» Нужно просто, когда собака уже Ну, показывает то, что гонор свой, скажем Пытается доминировать Не выполняет, непослушно То есть вы считаете То есть опять же мера наказания есть Степень наказания Просто берете собачку на бок Кладете, удерживаете ее в этом состоянии И собака понимает Здесь нет никакого физического Вы не бьете собаку То есть успокаиваете Нервную систему Успокаиваете нервную систему Во-первых Во-вторых, просто Это небольшое унижение для нее происходит То есть она падает Но опять же не очеловечивайте собаку То есть она встает на свою иерархическую нишу Занимает ее И вы там буквально за 15 минут Становитесь вожаком для собаки И уже беспрекословным вожаком Потому что физически ее сильнее Вы должны показать будете То, что вы сильнее ее Чтобы она даже не пыталась бороться с вами Ну, потом такой вид наказания Вот отвлеклась собачка на другую собачку у вас То есть гавкать начала На велосипедиста проезжающего Или на ребенка, не дай бог, проходящего какого-то Потому что они маленькие, собака понимает, что он слабее Вот Поэтому они начинают проявлять свою вот эту вот агрессию Вы можете наказать ее каким образом? Вот пальцем ткнуть ее, да? Вот двумя пальцами берете Просто как имитируете укус То есть Какое место? В бок там, в колку там Ну, где все ближе попадет вам туда-туда Тыкайте То есть прежде чем собака проявляет агрессию Она невербальным своим общением Вам показывает уже, что сейчас это произойдет То есть она ставит ушки Она поднимает холку, да? Она хвост вот так вот пистолетом выстраивает А потом только начинает гавкать или рычать То есть А собака по своей психологии Она является, она не может думать там на 10 минут вперед Она живет сиюминутно И если вы ее отвлекете от этого То есть вот Это тоже наказание Измените ход действия Да Измените ход действия Вы прекратите его Переключим что-то Изменится все Вот и все, собственно говоря Вот такие виды наказания приемлемы, я считаю А газетой понусу? Газетой понусу Тогда она будет воспринимать у вас предметы другие Что когда вы будете брать в руки А если у вас ее не будет по-другому? В тот или иной момент Вы когда отошли за газеткой Собака уже забыла за это И она потом не понимает о том Почему ее наказывают И она живет сиюминутно Я вам еще раз повторю Чтобы зрители просто поняли Когда вы уходите за газеткой, за веником А потом приходите с этим веником Во-первых, она понимает То, что вот он слабенький Он куда-то ушел, сдался То есть вы ушли, вы сдались Она продоминировала Она подтвердила свое состояние вожака В эту секунду И на этом моменте времени И потом вот этот вот предмет Будет восприниматься То есть уже немножко по-другому То есть будет собака бояться каких-то предметов Ну классический тапочек, да? Где там будет тапочек? Да, да, да То есть нужно реагировать Вот собака реагирует сиюминутно И вы методом зоопсихологии Вы должны отреагировать сиюминутно Другая собака не побежит за тапочком и за веником Когда у нее кто-то огрызаться будет Она реагирует моментально Вы должны отреагировать тоже моментально Либо провести обряд подчинения Если это серьезная какая-то проблема возникла Либо более мелким способом Сделать вот этот вот укус Ну прежде чем укус сделать Вот этот вот Нужно провести маркировку То есть чтобы собака знала Вы должны предупредить ее Собака поручит сначала Вы можете Ну не знаю там Сказать Нельзя И только после этого уже сделать Вот этот вот укус Проимитировать То есть все поощрительные И запретительные меры Должны быть маркированы То есть например команда хорошо Собака сделала Вы закрепили Сказали хорошо После этого дали Замотивировали ее либо подкормкой Либо какую-то игрушку бросили Надо понять мотивацию вашей собаки Или тактильный контакт поголодили Что собаке доставляет удовольствие Ну самое главное Чтобы после вот этой маркировки Собака понимала Вы в следующий раз можете не давать подкормку Но у нее уже в голове отложится Что она сделала хорошо Либо она сделала плохо Есть очень хороший метод дрессировки Американский Основанный на Когда военные действия шли Дельфинов Как бы дрессировали Называется кликер дрессировка То есть здесь маркером является не слово А маркером является щелчок Специальный прибор есть такой Но сначала нужно выработать Эмоциональную составляющую То есть прежде чем вы будете щелкать Это потом уже Вы должны будете Подкормка щелчок Подкормка щелчок Подкормка щелчок Вот так несколько дней По упражнению поделать Тоже собака утомляется Долго не надо этим заниматься Любой тренировкой не надо долго Для собаки заниматься Но самое главное Тренировку нужно заканчивать Уже как бывший работник Цирковой системы Вам могу сказать Что любую тренировку Нужно заканчивать На правильно выполненной команде То есть чтобы у собачки Не отложилось в голове Когда она неправильно ее сделала Вы закончили с ней То есть это она запомнит Что вот я сделала это хорошо Меня сейчас поощрили Отпустили Значит все нормально Нет Вы должны будете добиться Даже увидев что собачка Немножко уже притомилась Или вы притомились Вы должны будете добиться Правильного выполнения команды После этого Только отпустить ее гулять Чтобы у нее закрепилась В голове именно эта вещь Но самое главное Поймайте у своей собачки Мотивацию Есть золт Витальная мотивация Это жизнеобеспечивающая мотивация То есть когда собака кушает Она поддерживает свою жизнь Обеспечивает ее То есть так называемые пищевики Которые ведутся на подкормку На лакомство Есть зоосоциальная мотивация Каждый поступок Он мотивирован чем-то То есть причиной является Какая-то поступка То есть например Собака проявляет агрессию В квартирных условиях Она пытается доминировать Это мотивация Для нее зоосоциальная Есть мотивация на обучение То есть вот игра Одна из форм обучения Щенки когда играют между собой Они обучаются То есть вот вы играете мячиком И видите что собака Во время игры Она не берет подкормку Она не является зоовитальной Значит уже мотивацией Значит у нее Именно вот на обучение На игру Вы можете это использовать То есть заставить собаку Сделать Выполнить какую-то Тренировочную команду Или связку команд Вот И после этого поощрить ее игрой Так работают на таможне Например у нас Наркотики Ищут То есть собак Которые работают на таможне В розыске находят Зречитые вещества У меня кстати есть передача О том как Я ездил специально на таможне Меня ребята приглашали С Кемеровской таможней Я там все это рассказывал То есть они играют всю свою жизнь Работают и играют Именно вот мотивация у них На обучение Всегда было интересно Мимика собаки Она схожа с мимикой человека Когда собака растягивает рот Она правда улыбается Или это только нам кажется Внутренне Нет Значит у собаки В силу строения анатомии У нее очень мало Мимических морщин Это заблуждение Заблуждение Вот в сырке казалось бы Медведь Да При всей своей вальяжности Такой вот медвительности От него не знаешь Что можно ожидать Допустим тигр Он показывает Начинает хвостом бить Рычать Как-то Ну как кошка обычно Выкладывать уши Нет Собака Наверное не улыбается Есть немножко другие виды общения То есть вот есть вербальное общение Да Когда собачка гавкает Тоже разные виды Они изображают По-другому Начинает Гирять хвостом Ластиться человеку Вот и есть невербальные виды общения То есть своим видом Собака уже Она говорит Она кричит Своему хозяину Что я вот Либо радуюсь Либо я сейчас Проявлю Эту агрессию Двигается к человеку Ложится Еще вопрос Есть такие вещи Которые мы собаки Ну не любят Там может быть Какой-то лапки мыть Ногти стричь Там или расчесываться Как здесь приучать Что-то советую Ну Я Всегда советую Вот взяли щенка Начинаем с самого детства Поглаживать пальчики Взять с собой Этот вот инструмент Когтерезку Дать ему память Погибить Потерять Аппальчики И все это нужно Делать очень нежно Если мы собаке Больф причиняем То естественно Она у нее закрепляется И она Не дается Ко мне часто приходят Животные Которые вообще Не дают Ногти стричь Я начинаю спрашивать О чем дело Да вот мы пытались Застригли Крови Коготь Ну естественно С тех пор Собака У собаки Очень Память хорошая Поэтому они Это все помнят И приходится Нам там Одевать намордник Удерживать Чтобы Как-то образом Каким-то образом Подстричь А есть Собаки Спокойные То есть Им изначально Все делали правильно Гладили Каждый пальчик Они спокойно Дают лапу И все это Можно сделать Без всяких проблем Да я очень хотел Добавить Это вообще Тему Зоопсихологии Пожалуйста Элементарные Самое главное Всем всегда Говорю Собаки Очень чувствительны К вашему настроению Когда вы боитесь Выполнять Какую-то Ну Стрижку Коктейля Например Вот Ваше эмоциональное Состояние Делать укол В домашних условиях Ваше эмоциональное Состояние Передается Животному С ним Не надо Разговаривать Когда вы Разговариваете С собакой Вы это делаете Для себя Не для собаки Она не воспринимает Она воспринимает Ваше эмоциональное Состояние То есть Вы нервничаете Вы боитесь О я тебя сейчас Обрежу Кокоть Тебе Не дай бог Это произойдет Это тут же Переходит на собаку То есть Это сразу же На нее влияет Она тоже Напрягается Сразу Почему Некоторые Выходят гулять С собакой Одна и та же собака И ведет себя С разными людьми Абсолютно по-разному Да Вот Вот это эмоциональное Состояние Человека Передается Просто Вы должны Выработать Мотивацию Собаке О том Что стрижка когтей Это всегда Является хорошо Но это опять же Мотивация Понимаете То есть Если вы поймали Зулу Виталию Ко подкормки Да Мотивацию То постригите Один Во-первых Сначала Всегда дайте Этот предмет Обнюхать Собака Живет носом То есть Чтобы она поняла Что этот предмет Не представляет собой Опартность Во-вторых Вы Как вожак Понимаете В спокойном Абсолютно Эмоциональном Состоянии Подходите Погладите Коготочек Этой когтерезкой Потом Один коготок Пострижете Причем Не на полную длину Насколько это полагается Да Там И немножко Совсем подрежете Ну Так Чтобы она Просто Не боялась Когтерезки То есть Она не должна Бояться Этого процесса И тут же Поощрите ее Опять же Используй мотивации То есть Либо это Подкормка Будет Либо это Игра Будет Какая-то В зависимости От характера Вашей собаки Уже следующий Коголь подрежете И когда у нее Уже закрепится Вы придете К Владимиру Геннадьевичу В кабинет И Владимир Геннадьевич Не будет Вот так вот Напрягаться Иду И выводите С кабинета Хозяин Чтобы он Не передавал Своё волнение Холерическое Состояние Животного Владимир Геннадьевич Наверное И репьи Из хвостов Приходится вытаскивать Некоторые собаки Не подпускают К своим хвостикам Ну Хвост Это опасное Страшное Задняя область У животного Это очень такой Для них ответственный момент Они редко Вы же видели Как собаки Когда встречаются Каким образом Они знакомятся С такой осторожностью Еще Значит Допустим Когда мы Делаем Косметическое Бесщипывание Или Выстригание Волос И Слуховых Проходов Когда мы Допустим Там палочкой Уши чистим И так далее Животных Нужно это все Обособработать Они конечно Не даются И вот опять же К тому Что нужно Это все Постепенно делать Чтобы животное Не испытывало Изначально боли И тогда Они спокойно Даются Этим заниматься И стричься И когти подрезать И все остальное Делать Доверие Олег Ну смотрите Мы уже выяснили С вами о том Что попа Является Проблемной зоной То есть Всегда нападение Хищника Со спины Происходит Поэтому все виды животных Защищают спину Очень сильно Поэтому вы должны Начинать расчесывать Ее не с хвоста Где проблема Где-то Репей тут находится А вы должны Начинать ее расчесывать С шеи То есть С переди шеи Потом сзади шеи Постепенно Доходите до хвоста Вот Это вот потому Что собачка боится Именно нападение Спины Если вы сразу К хвосту приступите Естественно Она будет бояться Самое главное Закрепите У собаки Отношения Положительные То есть Всегда делается Все постепенно Владимир Геннадьевич Правильно сказал Что нужно делать Все постепенно И вырабатывать Положительные эмоции Заслужите доверие Заслужите уважение Тогда у вас Все получится И думайте о том Как думает собака Вот один известный Дрессировщик Михаил Симонов Вот может быть Смотрели Фильмы 12 месяцев Как он там Морозка 12 месяцев Вот все Все постановки Трюков Там делал Именно Михаил Симонов И он Он всегда говорил Что если вы Не начнете думать Как Дрессировщиком Школа была О том Если вы не начнете Думать Как думает Животное У вас Ничего не получится То есть Попытайтесь Влезть в его шкуру И немножко понять Ну а предварительно Не знаю Мы растем Смотрим Как стаи собак На улице бегают Сейчас Animal Planets Идет Мой канал идет Смотрите Приходите Все рассказывают Я считаю Что да Если Завели Животное И столкнулись С какой-то проблемой Не нужно Значит Это все Выпускать на самотек А лучше Обращаться К специалистам Талиб у нас в городе Есть Пожалуйста В любое время Олег Еще такой вопрос Если собака Чувствует себя Ездовой собакой Выходишь с ней На поводке Она несется То есть Она знает команду Рядом Но чуть-чуть Что сразу Все Потащила Золотистый ретривер Но я это наблюдаю Не только на своей собаке И на своих детях Но и на других Как себя вести В тем же день Очень энергичная собака Я не пойму В смысле Она хочет Тащить Тащить вперед На поводке Хозяина За собой Собачка живет в квартире Так я понимаю Да Ну у нее много энергии Накопившись Ей нужно выплеснуть Эту энергию Я вот сейчас говорил В начале передачи О том что Некоторые даже Беговые дорожки Покупают Чтобы если нет Возможности Гулять Выгуливать надо Собаку Надо выплескивать Эту энергию Для того чтобы Собачка Неудобно Тянуть будет Там ничего сложного Нету Просто Под лопатками У собаки Идут веревочки Такие Она начинает Тянуть И немножко Дискомфорт Вызакает Да Есть Недоуздок Дрессировочный То есть Вы водите Собаку На ошейнике За поводок Она как раз Ей тянуть В этом положении Очень удобно А когда Лошадок Видели Их же за морду Водят Вот есть Специальный Дрессировочный Недоуздок Именно для собак То есть Когда собачка Начинает тянуть Морда у нее Поворачивается В сторону поводка То есть У нее неудобно Это делать Ей не больно Причем Пасть у нее Раскрытая Она может брать Предметы Какие-то Абсолютно То есть Вот есть Именно для Если вы являетесь Стопроцентным Вожаком Вас собака Не будет Никогда тянуть То есть Видели Вот стая Бежит Впереди Всегда бежит Вожак Так же и здесь Вы будете идти Собачка будет Но если Вы не являетесь Вожаком Для своей собаки Для этого Существует Дрессировочная Амуниция Есть гуманная Есть не гуманная Есть строгие Ошельники Например Всякие разные Есть удавки Там Я не знаю А как вы К такому относитесь Я пропагандирую Гуманную Исключительно Гуманный метод Тренировок Прочеркну Я даже Тренировками Их называю Не дрессировками То есть Я приемлю Партнерские отношения Человека С собакой И никак иначе То есть Строгие Ошельники Для меня Это Запрет Полный Табу Вот Ринговка Даже Цезарь Милан Это Практически Гуру Для зоопсихологов Он Рекомендует Всех Собачек Водить На ринговке Потому что Она удушает Она вперед Тянуть не может Я тоже Не приемлю Этого Я лучше Не доуздак На собаку Один А лучше Вожаком Для нее Стану Цезарь Решаем Решаем Проблемы Страх Страх Этого домашних собаках или которые бегают на улице а я обо всех собак бывают и домашние собаки бесплатко бегают на улице и пугают людей ну я могу рассказать как себя вести такой ситуации если значит бездомные собаки стая тем более не дай бог конечно просто остановитесь для начала никогда не убегайте от собаки то есть бегство это команда к нападению к преследованию то есть это рефлекс обыкновенный условный рефлекс жертва убегает охотник догоняется так и с собаками происходит вы останавливаетесь спиной не поворачиваете свою вот эту самую страшную зону о которой мы говорили немножко раньше не показываете стоите лицом пытаетесь успокоиться для собаки есть очень много же собак которых выкинули на улицу то есть не они не родились там а выкинули их на улицу то есть они какие-то элементарные команды знают вы можете просто четким голосом сказать фу стоять нельзя отреагировали отлично идете дальше не отреагировали собаки гавкают стоят вы вы стоите не надо дергать руками никакими спокойно она не будет нападать они не будут нападать если там есть течкующая сука тогда может бросок произойти но в большинстве случаев это ж не так часто бывает да это будет просто облаивание и вы когда уже собака и уже водоедает и какое-то время и вы идете дальше спокойно не дергаете руками остановили стали перед собакой главное не идите на нее потому что она пошагово может идти постепенно 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 если вы пойдете резко она может воспринимать это воспринять это как атаку и атаковать вас вот то есть самое главное попытайтесь успокоиться в этот момент все право словарный запас хотел вот ту команду знает другую собака каков максимальный словарный запас собак сколько они могут сложно и вообще иногда возникает ощущение что они абсолютно понимает человеческую речь они наверно в большей степени на интонации не слова знали гуси воспринимают до 70 слов собаки представляете гораздо больше наука не установлена сколько я не знаю тут тоже зависимости от индивидуальных способностей собаки конечно очень много зависит опять же от генетической предрасположенности какая именно порода например пудель они достаточно очень умные собаки то есть немецкая овчарка там их доберман это немножко другая среда если там это какие-то домашние собаки которые живут именно в квартире естественно они слушают это постоянно у них расширяется их вот эти вот база знаний то есть немножко больше они воспринимают ну я вот своему кобилю я с ним разговариваю он все понимает я ему говорю иди на кухню там уйди с места то есть он понимает что на кухне значит должен на кухню пойти если он должен отойти это не значит он на место побежать должен он просто отойти в сторону он должен там иди принеси тапочки тапочки знаю то есть я с ним разговариваю опять же да владимир геннадьевич прав на очень сильно то что собака больше воспринимает естественно эмоциональное состояние твоя то есть ну и слова естественно то и процесс мысливания идет это уже доказано давным-давно собачка спит не снятся сны бежит куда-то я говорю собачки тебя догоняют о его реагирует и мышь скажем очень сильнее дальше бежать начинать мыслительный образ идет о собаке она не живет одними рефлексами процесс эволюции у них уже настолько мозг стал развитым они такие мастера на выдумки они таки способны и подумаешь таким образом это вообще что-то допустим вообще в принципе сделать как животное может дверь открыть закрытую смысле не замком раньше же в пещерах не было в процессе эволюции они домашние весны многое умеют некоторые даже духовку открывают и достают оттуда когда не пробиралась как тут не поверишь переселение вот вот это ваша ошибка это ваша прямая ошибка вы знаете очеловечивать собаку вот я думаю я не одна такая да да я потом приезжаю мне приходится мне приходится работать на собаку у меня собака через 15 минут после моего появления не через 15 через полчаса где-то после моего появления становится нормальной собакой адекватный только на не закреплять потому-то адекватно мне больше приходится потом с людьми работать то есть объяснять именно людям что не надо передавать эмоциональное состояние свое нужно статус вожака подкреплять постоянно то есть но такие вот вещи просто нужно человеку объяснить что собака не человек и это самое главное на эту тему можно говорить до бесконечности ну наверное на сегодня мы закончим спасибо вам большое что пришли к нам студию дали столько дельных советов удачи вам всего самого доброго спасибо мы были рады встречи с вами приглашайтесь какие-то возникают вопросы мы всегда рады вам будем ответить можете подписаться на мой канал задавать мне вопросы я отвечаю на них с удовольствием даже в два и три часа ночи но м 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 Субтитры подогнал «Симон»